13 часов и 6 минут, это программа «Особое мнение», и сегодня мы с вами услышим особое мнение Владимира Журавлёва, депутата Кировской городской думы, руководителя фракции «Справедливая Россия» в нашем городском парламенте Владимир Венианович. Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Много тем у нас сегодня, в том числе и вчерашний снежный коллапс, как его отработали коммунальные службы. Но перед тем, как мы перейдём к этой теме, можно я буквально минутку-полторы вашего внимания и внимания наших слушателей займу, расскажу про вчерашний, вернее, про сегодняшнее происшествие. Вчера, когда в городе этот самый снежный коллапс случился, в моей квартире случился коммунальный коллапс. Как говорят в народе, канализация стала плохо выходить. Ну и, естественно, я звоню в обслуживающую организацию, это самая замечательная, по-моему, в городе обслуживающая организация, называется «Жилкомслужба», располагается на улице Сурикова, 15, там, где находится и центральная коммунальная служба, небезызвестная, да. Мне сходу говорят, так это платно будет. Я говорю, с чего вы взяли? Так у вас проблема-то в квартире, то есть, видимо, нужно прочищать. Я говорю, ну я с тоже долей уверенности могу сказать, что это проблема общего канализационного стояка. Нет, это у вас, вот придет слесарь, с ним договариваетесь на конкретную плату. Тут меня передергивать начинают, потому что, когда я слышу о том, что нужно кому-то из рук в руки суммы передавать, у меня сразу как-то вот меня накрывает коррупция и так далее. Вот. Не первый раз уже звонки туда, и мне сходу говорят, что это будет платно-платно. Ну, знаете, тоже в напряжении же мы все живем, платно-платно как-то остро на это реагируем. Я говорю, хорошо, когда придет фекальных дел мастер-то, так скажем, сегодня, в первой половине дня. То есть, звонок был вчера. Неважно, затопит там меня, не затопит вместе с моей семьей. Сегодня 8 утра жду, 9, нету, 10, нету, 11, нету. Пол-двенадцатого приходит человек, а я уже все сделал, разобрал, посмотрел, прочистил. Плюс замена запчасти за 200 рублей. В общем, все нормально. Пришел, сказал, знаете что, ну слава богу. Понятно. Слава богу, вот у нас, видимо, все как-то, да, плохо, ну так это бог дал. Хорошо, так это тоже бог дал. Вот смиримся. Это я к чему? Это я к тому, что, по моему мнению, жилкомслужба на Сурикове-15, мягко говоря, с небольшим рвением относится к исполнению своих обязанностей. Это мое мнение. Ну а теперь к снежному коллапсу. Как его отработали, на ваш взгляд, коммунальные службы города? Ну, однозначно, это мое мнение как депутата, неудовлетворительно. Вообще, уборка снега, хотя, надо сказать, что это, вот этот сезон не снежный, мы все это видим, да. Вот по моему округу, я смотрю, нареканий, такого никогда не было. Столько звонков, и вот могу сказать... Звонков и вам лично? Конечно, конечно. Вы повлияли на эту ситуацию? Помощникам звонят, да. И такого, конечно, не было. Я шестой год как депутат, первый срок был, пятый, сейчас шестой. Хочу сказать, что вот набережная, наша гордость, и Александровский парк так плохо никогда не убирался. И вот просто столько звонков мне никогда не было. В Александровском парке я сам рядом живу, на зарядку бегаю, там утром прогуливаюсь, часто рано. Вот, и, конечно, вообще просто не огребено. И хочу сказать, причина вот видна. У нас до этого Кировская фирма убирала, чистила набережную. И всегда это я видел, как бы эта маленькая машинка, которая такая вот прошла, да, с отвалом, и чистила. Вот. И широкую дорогу в Александровском парке. А сейчас у нас выиграл конкурс, представляете, маленькая фирма из Татарстана, да? Это на субпотреде находится, да, я полагаю, организация? Да, фирма так называемая какая-то Восток. И у меня сразу вопрос к Шугину Илье Вячеславовичу, я вопрос уже на Думе поднимал. Слушайте, а почему у нас, когда был губернатором Белых, у нас появились пермские компании? Даже там пермская компания претендовала на регионального оператора по мусору, там, знаете, пошли там, приходили пермские различные на проектировочные работы. И сейчас каким-то образом, Илья Вячеславович у нас из Татарстана, не хочу никаких аналогий, но они сами напрашиваются. Как люди узнали о Кирове, как вышли на конкурс, как это, что? Ну, вот такие моменты неприятные, они связаны. И хочу еще сказать, это один момент, да, вопрос к Илье Вячеславовичу. А можно я тут сразу вставлю Владимира Вениаминовича? На мой взгляд, моему глубокому убеждению, неважно, откуда компания занимается, лишь бы она свою работу делала хорошо. Вы не согласны? Я с этим соглашаюсь, но смотрите, какая ситуация. И вот за 6 лет, это мой мнение, как депутата, уборка снега, вот когда Илья Вячеславович заступил в прошлом году, да, и поменял руководство, там, гордормустроя, этой основой подрядной организации. И там, САХ отсадили, они ушли сейчас с конкурсов, фактически, спецавтохозяйства, который занимался частью, там, Коминтерн, части, там, Сормовской улицы и так далее, некоторые такие моменты, да, оно ухудшилось. Почему? Потому что были уволены директора, там, ушел и какой-то из состава определенный, то есть это технология, это, ведь когда ты что-то делаешь, ты приноралиешься к чему-то, да, то есть появляется какая-то компетенция, какой-то навык появляется. И вот такое ощущение, или, может быть, контроль ухудшился, но вот, вот, 18-й год, вот, когда это пошло, помните, тоже был коллапс, да, снежный? У нас они каждую зиму случаются, мы в этом отношении, может, привыкшие. Я хочу сказать, что там, например, 13-й год, 14-й, я помню, 15-й, они более или менее проходили, то есть народ чистый. Конечно, конечно, когда я далек от идеализации, когда, знаете, снег валит в большом объеме, сразу там, у нас столько техники просто нет, которая могла выйти и все почистить. И у нас нет ни ресурсов обеспечить такую, как бы, такое количество транспорта, водителей и так далее. Но проходит день, два, три, и не все вещи, не все улицы чистятся. Например, Александровский парк в этом году я ставлю негативный. И вот обязательно разберусь с этим, проведу, что за фирма такая. И самое-то главное, может быть, это случайность, но, погодите, случайностей не бывает, мы же уже большие, да, люди взрослые. Никто с них, похоже, не требует. Я не против иногородних фирм, но тогда они делать должны лучше и дешевле, да, и технологичнее. А так, делают хуже, по деньгам не знаю пока, там нужно посмотреть, на каких условиях они работают. Но вопросы возникают. Так, если сейчас сделать некую выжимку, некие выводы, да, уже по ситуации, в городе после снегопада, что нужно делать? А что нужно делать? Ну, я считаю, нужно задать вопросы главе администрации, мы ему зададим. А он, в свою очередь, к генеральному подрядчику, видимо, ГДМС должен задать вопросы. Ну, вопросы, насколько я понимаю, сегодня были заданы. Утренняя планерка сегодня была в 6 часов утра, как пишут СМИ, и в том числе Илья Вячеславович с претензиями опять обратился к подрядчикам. Пожурил, в частности, за неочищенные дороги, простите, за неочищенные тротуары и остановки общественного транспорта. Да, это проблема. Мол, центральная улица города, да, были почищены, два раза даже там техника прошла, а вот тротуары, увы, ну и сегодня, конечно, люди в массовом порядке выкладывают с утра в социальных сетях фотографии тех мест, по которым им пришлось идти на работу с утра. Ну, вот, смотрите, у нас этой схемы до сих пор нет уборки тротуаров. Это, кстати, даже людей, наверное, больше, там, автомобилисты не все, а по тротуарам ходим и все, да? И вот это... Кстати, многие водители забывают о том, что, выходя из машины, они пешеходом становятся. Согласен с вами полностью. И вот уборка остановок и тротуаров, она была проблемной всегда. И у нас до сих пор эта схема технологий, она не создана. Гордормострой, когда я с ними разговаривал в свое время, они говорят, ребята, дорогу чистим, Гордормострой. Ну, понятно, что некоторые там вот эти тротуары, они рядом с домовладельными. Давайте работать с управляющими компаниями. Давайте найдем крайних, которые будут отвечать за уборку снега. Это естественно, это нормально, это логично. Господь Бог там не придет, не начнет убирать, правильно, да? То есть это дело рук человеческих, земных. И администрация города, она не может физически, не финансово обеспечить очистку всех тротуаров. Погодите, но создать схему, создать правило под законный какой-то акт, если необходимо, давайте на областном уровне примем закон, обязывающую схему какую-то логичную. Ну, по какой причине это управляющая компания или владельцы какого-то домовладения должны чистить тротуар, который проходит рядом с их домом. Вот и все. И вследствие этого спрашивать. А сегодня мы даже не подошли, нет такой схемы-то. Она есть на некоторых участках, но не включает локально всю систему пешеходную. И самое главное, вот с остановками с 13-го года мы спорим, когда там были какие-то магазины, и помните, мы их позакрывали, да? Ну, я, наверное, сторонник тоже самое, чтобы на остановках не торговали алкоголем, сигаретами, но на тот момент, я помню, Сбербанк на нас выходил, хотел взять 90 остановок и создать там определенные, ну, поставить банкоматы, например. Ну, то есть, своя тема, в общем, свою тему продвигался. Сегодня я считаю, что все остановки можно абсолютно найти. Пусть несколько подрядчиков на разных условиях мотивационных, то есть, кто-то разместит там рекламу и будет обслуживать эту остановку, да? Кто-то там разместит, ну, может быть, банкомат снова обратится к Сбербанку, еще раз проговорить, насколько это актуально, сейчас не знаю. Может быть, с какими-то сетями разговаривать, то есть, создавая не противоречащие закону условия, отдать бизнесу. То есть, понимаете, задача власти, ведь не просто, не забываем, что бизнес платит налоги, это рабочие места, это очень важно. Ну, это классика, так делается в многих более развитых городах. И не надо городу заниматься самым уборкой, как у нас сегодня некоторые вещи делают. Ребята, это организационная работа. Государство, это организационная работа. И если ее нет, значит, администрация города не справляется со своей деятельностью. Причина еще такого коллапса, который есть по многим направлениям, я это вижу, но это сегодня год прошел, с того момента, когда Илья Вячеславович заступил у нас, да? Тоже побольше года. Ну, да, надо сказать, там, это был, по-моему, с 10 декабря он заступил официально, утвержден был 31 октября. Вот, не создана команда. Есть определенный хаос, я это вижу. То есть, там, Илья Вячеславович сам негодует, я это знаю, там, по разговорам и так далее. Но это понятно, как создайте команду. До сих пор, вот я бы там, двух, трех, четырех замов просто бы поменял. Это оставшиеся от старого руководства, но которые, я считаю, они, ну... Поменяли в смысле, давайте же сейчас... Выгнали бы? Да, уволили бы. Уволили бы, вынудили бы уволить, потому что люди откровенно не справляются с этими. Но если Илья Вячеславович так удобно, мало того, несколько замов у нас приходило и уходит. Человек, который должен заниматься инвестициями, Картинский, Антон Викторович, да? Пришел 4-5 месяцев и ушел. Вот еще один момент сейчас. Муниципальное предприятие «Кристалл», там были определенные нарушения. А давайте мы к нему перейдем уже после небольшой паузы, да, разберемся. Это очередной скандал, связанный с МОПом, буквально накануне стало об этом известно. И хочется услышать, конечно, ваши комментарии. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Через полминуты вернемся. Итак, МОП «Кристалл» Владимира Вениаминовича. Накануне появилась информация, что в злоупотреблении полномочиями подозревают, прости, директора этой организации. «Кристалл» — это городская прачечная. Как установили сотрудники управления ФСБ, женщина-руководитель давала незаконные указания об использовании техники и труда сотрудников учреждения в интересах своей родственницы. Предпринимательницы, которая по контракту выполняла услуги для одного из медицинских учреждений Кирова. Ну и так далее. В общем, классика жанра. Ну, я вам даже расскажу. Это известный факт уже на года два с половиной. Мы пытались выйти на возбуждение уголовного дела. Мы депутаты. Да, еще старого созыва. Но нам не дали ни счетную плату туда послать. Ну, была, как сказал мой коллега Ерохин, коррупционная система была создана. Денис Ерохин. Он ныне возглавляет комиссию по ЖКХ-транспорту. Да, да, да. И этот был случай классический, тем более он длился не один год, а даже несколько. Откровенно директор муниципального предприятия. То есть, предположим, является конкурс медицинским учреждениям, образовательным учреждениям на постирку. Ну, постирка халатов, пещей, белья, там, детские сады. Ну, бывает понятно. Да, да, да. И почему-то муниципальное предприятие не заявляется. Но заявляется индивидуальный предприниматель, который является дочерью директора муниципального предприятия. Берет там, условно говоря, я так цифры беру условно. Ну, для того, чтобы понимать. Например, полтора рубля, да, выигрывает конкурс на медицинское учреждение. Ну, там, на какую-то, за какую-то единицу послевочную. А платит рубль? 63 копейки, предположим. То есть, там, разница была, ну, настолько, когда мы спрашиваем, электор муниципального предприятия, да, а что ж вы сами-то не участвуете? А та, у нее нет ни постирочной, ничего, она размещает заказ муниципального предприятия. Ну, в моем понимании, это чистой воды коррупция. Но еще, вот, систему коррупции, вот этой болезненности, вы не забывайте, прачечная муниципальная, кто возбуждается? Управление Федеральной службы безопасности. У нас Федеральная служба безопасности будет заниматься такой ерундой, ну, соответственно, если она занимается, и в рамках вот того уголовного дела, который по парку победы, вы знаете, взаимосвязь она есть, то есть, потому что, ну, муниципальное предприятие, это АБЭП должен заниматься, да, это простое, это не такое сложное. Соответственно, это видится, и, я думаю, Федеральная служба безопасности сегодня рассматривает и соглашается с позицией депутатов некоторых, да, что это была коррупционная схема и система прикрытия, крышевания, гласно-негласно там, получения финансов, получения какой-то выгоды. Вы намекаете на то, что ниточки могут сводиться глубоко, вернее, высоко-высоко наверх? Я говорю, по крайней мере, что гасили все попытки нас в пятом созыве, там, Сандалов, Леонид Витальевич, я через Татьяну Ивановну возбуждать уголовные дела или, например, расчетные палаты, они просто гасили с одним человеком, Быков Владимир Васильевичем, я так говорю откровенно, это было неоднократно, поэтому ждем результатов, поэтому... Ну, в общем, вы не намекаете, в открытую, в открытую, в открытую, говорю. Я не говорю, что там с кристаллом Владимир Васильевич Быков конкретно что-то получал, или что-то там, но то, что он не принимал как должностное лицо мер, ну, это налицо. Мало того, он противодействовал инициативе депутатов. А известно, вот этот, ну, кристалл, он насколько был прибыльным уж, или вообще не был прибыльным? Ну, вот мы смотрели сейчас, да, за... Разглаб... ...восемнадцатый год выручка, вот, для людей, 32 миллиона, оборот. 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 Прибыль, там, вот, не соберу, там, 800 тысяч, да, или какая-то такая, она небольшая, показана, но при условии, что там выиграли конкурс другую, отдавали нам крохи, да, муниципальные предприятия, вот, такая существовала система, так это нормально. Мало того, мы, вот, счетная палата, такой, например, вскрыла факт, в семнадцатый год, в семнадцатом, в восемнадцатый директор муниципальных предприятий направила 700 тысяч на празднование Нового года. Там, на ресторан, вот, на это все, 700 тысяч. А показывают прибыль какую? То есть, у нас, откровенно, многие муниципальные предприятия, и на сегодняшний день некоторые директоры муниципальных предприятий просто используют это как частый бизнес. Зачем строить, зачем рисковать, брать кредиты? Вы говорили об этом, по-моему, да. Да, да, да. Что, находясь на такой должности, люди воспринимают, к сожалению, это как свое собственное дело. Конечно, конечно. Не забывая о том, что это все-таки городская казна. Плюс, вот, еще хочу сродить, вот сейчас разгорается такой определенный конфликт, знаете, про энергопроект, слышали, да, такую вещь? Энергосервисный контракт, вы имеете в виду замену светильников? Да, 26 600 светильников рекомендуется поменять, это логично, мы об этом говорили давно, еще там в 15-м году поднимали, заменить натриеволампы на светодиодные, да. По оценке специалистов, есть, это примерно 140 миллионов надо, да, и вот первый этап выиграла Ростелеком, при том Нижегородский, да, у нас здесь филиал, подчиненность такая, хотя я считаю, и это мое личное убеждение стопроцентное, и есть экспертное заключение инженеров, не директоров, там, господина Ишутинова или Петропавловского, а инженеров, которые, ну, люди, это же гражданская позиция, это общественно открыто, я всегда пользуюсь, например, информацией, бумагами, которые дают не директора, потому что они боятся лишиться должности, то есть у них прямое давление, с возможностью не выдавать, как бы, конкретно фамилию этого человека, не, потому что, ну, вот, откровенно, там, глава администрации может после этого снять такого человека, считая, что это, как бы, человек, который сдает информацию, это неправильная позиция, это не частная ваша фирма, администрация, это общественный интерес, если вы не готовы к этому, не нужно занимать эту должность. И самое-то главное, знаете, вот, я выступил на Думе в декабре, и многие депутаты, кстати, поддержали мою там, и разные партии, вот, по партийному примеру. И суть вашего выступления, по чему была, вы тоже вот срятачили внимание? Я считаю, что нужно было эту замену проводить инструментом, у нас есть два инструмента, муниципальные предприятия Кировсвет, специализирующиеся на этом, и Горэлектросеть. То есть два предприятия, которые напрямую связаны с электрикой, ничего там сложного нет. И я, как говорил Илья Вячеслав Шульгин, 140 миллионов, вот, они нам вложат, Ростелеком, а потом в течение пяти лет будут получать 400 миллионов. Ну, или там контракт рассчитан на 7 лет, вот они поменяются там, ну, за год, или за два года все лампы, а потом в течение вот эту разницу. А представляете, и сам Ростелеком на Городской Думе, нужно посмотреть видео, сказал, мы получаем прибыль где-то порядка 400 миллионов. Представляете, вложить 140 и получить 400 миллионов. Послушайте, тут налицо увод денег. Только в самых радужных снах такое могу присниться. Представляете, самое главное, я предложил Илья Вячеслав Шульгин, что вы предлагаете, я сказал, взять кредит муниципальному, что в администрации, я говорю, нет. Кировсвет и Горэлектросеть, 140 миллионов взять, пусть даже под 12 процентов, это 24 процента, но 140, и посчитайте, и 400 миллионов, так-то извините, это 300 процентов. Мы потратили за два года окупаемость, там, ну, кто-то говорит, ну, я считаю, что два года это достаточный срок, даже меньше, для того, чтобы за счет вот этого экономии по мощности, да? Да, то есть светодиодные эффективнее, но... Электроэнергии меньше будет потрачено. Совершенно, примерно в 2,5 раза. Вот я знаю проекты, которые мы учитываем на предприятиях. Освещение, оно окупается, хотя это новые лампы, за 7 месяцев примерно. 7 месяцев и коэффициент сокращается в 2,5 раза. То есть дешевле, то есть меньше энергии начинают брать эти же лампы, а качество освещения при этом возрастает. Вот, и такую же систему я предлагал, на что мне сказал Илья Вячеславович. Владимир Вениаминович, слушайте, извините, но это же инвестиции, я привлекаю инвестиции. Слушайте, говорю, все самые выгодные инвестиции вы отдаёте сторонним организациям, у меня есть подозрение, что здесь, ну, по крайней мере, признаки какого-то коррупционного, с которым нужно разбираться, на что он обиделся, на что он обиделся, там, накрутил Кира в свет, что якобы сказал, что Юшутинов якобы мне это говорил. Я на думе сказал, это экспертно, это инженер, это человек, который там до сих пор работает, я не собираюсь, тем более после этого, называть эту фамилию. Но я бы хотел сказать, что на этой думе, вот, экспертное заключение, вот, выступил Ростелеком, я хотел бы, чтобы директор Кировсвета высказал своё мнение, и директор Горэлектросети, а что мы с этим справиться не можем? А мы на комиссии... Я думаю, это в ваших силах настоять о том, чтобы они были заслушаны на заседание городской думы. Илья Вячеславович Шизгин, не считая так, и сейчас он их запугал, вот, я попытался сейчас их пригласить в январе на комиссию, поэтому вопрос мне поставили блок, то есть они боятся откровенно, и я думаю, что, к сожалению, Илья Вячеславович выглядит в этом плане, я его ни в чём пока не обвиняю, но признаки есть. 140 миллионов, ну, слушайте, что за дураков людей-то держать? И поэтому у меня возникает вопрос, а чем занимается глава администрации? Ты пришёл, если ты считаешь, что развитие, это поменять светильники компании, что Ростелеком является производителем этих светильников? Нет. Он также будет выходить на тендер, это 4 властных производителя в России, а почему мы за счёт муниципальных предприятий не могли, и это бы прибыль 400 миллионов, а село бы на счетах наших муниципальных предприятий, или Кировсвета, или Горэлектросети, хотя, считаю, более правильный Кировсвет, потому что он освещает. И налоги бы были здесь заплачены. Конечно, конечно, и когда глава администрации так себя ведёт, у меня возникают вопросы. Вообще, по Илье Вячеславовичу, вот я пережил как бы уже третий глава администрации, у меня есть такие ощущения, что вот он психологически начинает выгорать, и он может просто не выдержать и подать заявление об уходе. Почему? Потому что он откровенно не справляется. Первый признак вот этого, того, что, и что бы хотелось посоветовать, он меня не слушает, к сожалению. Я к нему не могу попасть на приём, что в моём понимании считается просто нонсенсом, что не создав команду, за которой бы он мог вот есть по ЖКХ, есть там по финансам, есть там по дорожно-транспортному. Если человек занимается, так он решает все вопросы. А сейчас всё замыкается в основном на Лею Вячеславович. Владимир Вениаминович, чтобы добиться в эту сему, то, о чём мы сейчас рассказали, суть ясна. Но у вас же есть возможность, как у человека, как у депутата, обратиться в компетентные органы с просьбой проверить тонкости этого контракта. Ну вот мы все люди, все говорят, мы гуманисты, христиане и так далее. Я всё-таки считаю остановить возможность, ну, уголовное дело это крайнее, понимаете, мера, да? Как в хирургии отрезать, это самое последнее, надо попробовать вылечить это. Пока я надеюсь на это, но никто... Видите, тут сложно доказываться состав. Тут, я считаю, должны... Так это не вам уже решать, это компетентный орган. Ну, видите... Я понимаю, что вы знакомы хорошо там. Погодите, я с этим согласен, но вот доказать факт конкретно, тут же для того, чтобы уголовное дело в отношении какого-то лица, например, возбудить, да? Нужно доказать передачу денег, какой-то корыстный мотив, то есть передача денег, получение каких-то преференций, там, льгот. Этого нет. Но налицо вот 140 миллионов... Как мы центральный рынок всё время чуть не отдали? Представляете, такая глупая схема, ну, просто тупая, которую нас хотели развести. Был бы второй парк Победы. Как с парком Победы вывели? Что считали из-за дурков? Такая же ситуация. За 338 тысяч продали парк, а там уже впоследствии его продали 160 за 180 миллионов. Слушайте, вот она коррупция. Так здесь такие же мысли, 140 миллионов вложи и получишь 400 миллионов прибыли. Тем более, это никто не скрывает. Ростелеком пришёл на Думу и нам об этом говорит. И говорит, ну мы вот это... То есть, знаете, вопрос, плюс не производитель ламп. Плюс, я считаю, что Леонид Вячеславович, он делает аналогию по концессии, когда по теплу, да? То есть, сначала вкладывают, а потом получают прибыль. Но извините меня. Если ты... Во-первых, срок службы ламп в основном максимальный. Пять лет. И то это там хорошие производители, это не китайцы, это вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, но пять лет. А мы получаем вот этот энергопроект семилетний, да? То есть, мы первый год вложили. Слушайте, к концу седьмого года нам придётся заново менять, по крайней мере, лампы. А сейчас система такая осуществляется, что есть варианты и светильник лампы, это единый комплекс, да? То есть, это недорого и так далее. Я считаю, мы могли бы... Мало того, спецлистам, ну это должно быть экспертное мнение такое, более, да? Но вот те же люди, которые мне говорили уже с гор электросети, тоже не Петропавловский, я с ним не общаюсь, лично не знаком. Ну, видел на комиссии, с ним не общаюсь, и Сушутина в том числе. Вот, которые говорят, можно было бы сделать... Что такое светильник? Это отражатель. Можно светодиодные лампы вставить в существующие, и нам бы потребовалось эти же 26 тысяч, ну порядка где-то, мы примерно говорили, это 11 миллионов рублей. А кто мешает этим путем? Самое главное, мы понимаем, что для города вот эти высвободившие 400 миллионов, это возможность осветить другие улицы, мы их не потратим. Мы их как в прибыль не получим, а у нас это не все хорошо. Это возможность развивать. И когда Шульгин отдает за 140 миллионов сторонней организации, и плюс им отдает конкретно прибыль 400 миллионов рублей, то, соответственно, он решает город развитие, освещение других улиц. Или что, он хочет нагрузить нам, нужно освещать улицы? Еще дополнительные бюджетные средства? У нас их нет. И когда это говорят, ну я считаю, как минимум, это ну некомпетентность, ну глупостью сложно сказать это, я не считаю, Олег Вячеславович, глупым человеком, но есть какой-то скрытый смысл, который мне как депутату непонятен, поэтому я вижу это, есть признаки для меня коррупционные. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Подошло время рекламы, она продлится полторы минуты, после чего мы вернемся к нашему разговору. Владимир Журавлев, депутат Кировской городу, мы продолжаем разговор, очень хотелось бы про детские сады поговорить, мы обязательно про них поговорим, потому что Владимир Вениаминович глубоко погружен в эту тему, безусловно, но перед этим хотя бы кратенько я попрошу вас высказаться два таких громких дела, да, от 2018 года, дело Парка Победы, о котором мы уже упомянули, и дело ЦДС. У меня тут один вопрос, все-таки, есть ли у вас информация, как продвигается, но я понимаю, тут лучше компетентным органам задавать этот вопрос, но все-таки, вот у меня еще вопрос такой возник, тот факт, что Никулин скрывается, не тормозит ли это вообще весь процесс, может, в том числе и на это расчет есть? Ну вот, смотрите, по Парку Победы однозначно идет все, я не знаю всех нюансов, это слез и на тайна, все это приметы, все мы знаем, что один человек задержан. Да, ну, один человек задержан по этому факту, при том, та сторона, которая купила у нас 338 тысячи и продала дороже, то есть там одна цепочка есть, и по логике, я как юристы вижу, и по ЦДСу тоже самое, задержан два человека, директор, главный инженер, ну, главный организатор в моем понимании, потому что мы инициировали этот процесс, в том числе в Думе, я хочу сказать, что вот эта Дума, тут буквально там 6-7 депутатов, те, которые ну, занимают принципиальную гражданскую позицию, слава Богу, в той Думе было там, может быть, 2-3 человека всего лишь, да, разросся, тем более тут из разных партий, в том числе Юрий Иванович Ленпензон, хотя вроде Единая Россия, но он занимает всегда такую, ну, такую гражданскую позицию, очень молодец, интеллектуально там, во всех вопросах участвует, и Ерохин, господин, да, коллега, и там, и там придет к логическому завершению, но я считаю, что по ЦДСу вопрос рыболовлив и ганьба задержаны, да, там, конечно, организатор большую роль сыграл, и не было бы невозможно без господина Никулина, который и не просто и так в бега ударился, да, и в розыске сегодня федерально находится, кстати, он взял в недавнем времени комиссию по регламенту этики, представляете, да? Ну, Юрий Иванович, вы благополучно приняли решение, что он… Я это понимаю, но год, кто назначал его, я думаю, назначал тот человек, который сегодня будет фигурантом и по Парку Победы в том числе, да, он является, возглавлял партию регионально, отделение нашей Единой России и так далее. Не считаю партии плохую Единую Россию, я считаю, плохо портят это те люди, которые эту форму заполняют, да? Вот. И Никулин скрывается не просто так, потому что там, ну, откровенно, и тем более его там хвост торчит и в ленинской управленческой компании, по которой уголовка отдельная будет, и по транспортному предприятию тоже его там… Он был представителем в Совете директоров от Единой России вместе с Медовиковым Сергеем Борисовичем, там, который является там фигурантом тоже вот этих всех событий и так далее. Это люди, которые были близки, ну, Быкову Владимиру Васильевичу, откровенно. То есть все это понимают, и то, что он в бегах – это доказывать вину, понимаете? То есть если человек не виной, то чего мы бежать-то? Логично. Чего мы бегать-то, да? Нет, просто вопрос связан с тем, что он тормозит, не тормозит, и правильно? Нет, не тормозит, просто там несколько человек под подпиской о невыезде, и они сотрудничают со следствием. Ага. У меня какое-то сведение есть, все идет своим логическим путем. И того результата, который ожидают, это задержание, и в конечном итоге, я думаю, что будет приговор суда в отношении человека, который… все говорят об этом и ждут, я думаю, что он будет. Прорабатываются разные варианты, притом возникают там разные эпизоды, не только по этому делу. Вот считаю, что расследуется, исследуется вопрос по коррупционному, там сейчас еще по одному участку, вот уголовное дело, там, Московская, 98, там тоже уши торчат такие же, да, это вообще просто бардак. там нужно допрашивать не только там глава бывшая Мамедом, там другие работники. Ну, была информация, СМИ тут хотел найти тот нашел, безусловно, да. И понимает сейчас, о чем мы говорим. Хорошо, детские… Ну, у меня сомнений, что будет приговор суда, у меня сомнений нет. Вопрос сейчас в выборе статьи, потому что там, ну, есть такие нюансы. Ну, я думаю, что справедливость восторжествует. Ага. Итак, детские сады. Перед тем, как я попрошу вас прокомментировать новость о том, что в этом году еще четыре новых детских садика будет построено в областном центре. Напомню, что в прошлом году в конце были сданы шесть, вот они вот-вот должны принять детишек первых. И значит ли это, что мы уверенно движемся к решению проблемы нехватки мест в детских садах? Перед этим все-таки хочу у вас рассказать историю. Вы перед началом программы сказали, что есть судебное решение, прямо это такое знаковое событие. Судебное решение, насколько я понял, в отношении конкретной семьи по устройству, по месту предоставления в детский сад. Расскажите, о чем речь? В конце декабря… Да, сейчас я расскажу. Давайте немножко исходно. Вот эта проблема с 2013 года при господине Быкове, она торпедилась, хотя в 2015 году мы ввели в строю четыре детских сада, два построили новых, два выкупили старые, да. Но я всегда ратовал, и вот сегодня глава администрации Рев Шугиняя Вячеславович меня не слышит. Он говорит, да это беспрецедентно, мы строим десять детских садов, такого никогда в городе Кирове не было, победите. Вы пришли на должность главы администрации. Закон четко говорит, и Конституция, и закон об образовании с трех лет муниципалитет и глава администрации должны предоставить места в детских садах. А он меня не слышит. У нас впервые говорили еще в недавнее время, что 600 человек всего лишь не хватает для меня в детских садах. И мы построив десять детских садов, вроде бы закрываем. Но я хочу сказать, в чем заслуга главы администрации, что на десять детских садов правительство Медведя выделило в восемнадцатом году порядка 600 миллионов до 600 с копеечками на десять яслей в возрасте полутора лет. Если бы этого не было, мы-то что делали бы? То есть тут как бы подвинуло, ну правильно решили Илья Вячеславович, Гурдюма Дмитрия Александровича приняли, которые сказали, слушайте, а если это первый этаж, а нужно выстраивать, невыгодно один этаж, нужно делать второй. Давайте полноценный детский сад сделаем с есельной группой. И на девятнадцатый год в областном бюджете в городском по 300 миллионов мы сложились, и вот эти четыре детских сада фактически, вот на те федеральные деньги мы построили шесть детских садов, а сейчас выделив деньги из областного, из городского, еще добьем условно говоря четыре, и первые этажи пойдут по той программе под яслей, десять условно говоря на тысячу мест яслей, на тысячу мест в детских садах. Но вот цифру, которая правильная, я сейчас говорю по детской саду с трех лет, шестьсот мест не хватало нам, Петрицкий господин говорил, то до конца восемнадцатого ноября нам по крайней мере сказали, и эта цифра по крайней мере сходится с моей, три тысячи не хватает мест. И давайте если мы сейчас ведем, ну даже если посмотреть, что мы все вот эти детские сады не в яслей делаем, потому что по яслейм закона нет прямого, что мы с полтора лет обязаны предоставлять, а с трех лет есть, и если мы все направим условно говоря, это будет всего две тысячи, нам не хватает еще, в моем понимании не хватает три тысячи шестьсот на первого января. Слушайте, а летом прошлого года в августе, когда вот пикет был, более двух тысяч цифр приводилось, на это я говорю, да, с прошлого года три тысячи примерно, три тысячи с небольшим не хватало места, это откровенно, плюс департамент образования, значит глава администрации занимались весь этот год каким вопросом, то есть откровенно давали в селе Русском, до этого там два-три года назад в Ганино давали, потом в Коминтерне давали, телевизор, которые в центре, по-моему даже вам давали, вы в Уцума живете, вам дали в Ганино. Не в Ганино, в районе ДК Родина. Но изначально предлагали, Коминтерн предлагали, а я вижу, что по закону, когда обязаны давать в центре, и вот мы, терпение закончилось, многие родители, кстати, боялись подавать, сказали, да мы их не хотим с департаментом, нам потом вообще ничего не дадут. Считаю, что предложение в Русском, оно противоречит закону, когда сказано пешеходной доступности. Доступность в законе, говорит, детских садов, и мы норму такую с Роспотребнадзора вытянули. Маленький город, например, до 150-200 тысяч, должны детские сады предоставляться в 300 метров, есть такая норма, а если большой город 500 метров. 500 метров, то есть полкилометра. Путин сказал, два квартала примерно, пешеходная доступность, это нормально. А когда глава департамента представляет, что ему уже ехать в село Русское, представляете, куда автобус идет минут 45. И при том к 8 часам. Это значит, ты туда приехал, пока там от остановки, это метров 800-900 до детского сада. Ты отдал, автобус ушел обратно, и обратно. Следующий автобус 12 часов идет. Слушайте, ну это издевательство. Мало того, я говорил и говорю, покажите хотя бы мне одного человека с городской администрации, с районной администрации, или с областной, у кого дети не устроены, или дети не внуки, в детский сад таких нет. Зато простые семьи страдают. И вот это невидение, я считаю, оно недопустимо в государственной политике. И когда мне говорит Илья Вячеславович, что мы построили детское, то этого недостаточно. Закон говорит, в старое советское время, я еще раз вспомню, там коммунисты стали и говорят, какая разница, задача стоит, это невозможно. Погодите, выбирайте. Плюс всегда говорили, а где нам взять деньги? Говорю Илье Вячеславовичу и Игорю Владимировичу Васильеву. Вот последняя информация. Через правительство России можно взять кредит только на социальные объекты. Детские сады и школы однозначно подходят. А льготный, надеюсь, кредит? Под 0,1% годовых. Очень льготный. Кто-то мне скажет, у нас такой бюджет. Ребята, давайте планировать, давайте строить. Нам нужно всего там, условно говоря, еще 10-12 детских садов. Только по детским садам решить вопрос, да? Если рождаемости не будет, но у нас еще хуже проблема со школами. А школы, в моем понимании, вот тут сейчас мы три школы за последнее время строим, надо еще 12-13 школ. Пару минут, Владимир Вениаминович, мы про школу уже, к сожалению, не успеем. Я хочу про судебное решение. Про судебное решение. 25 декабря областной суд определением в отношении, я фамилию пока не называю, Наталья, она была, вынес решение, что предоставить место в саду. Она указала там 5-6 детских садов в радиусе 500 метров. Суд вынес такое определение, что предоставить департамент образования. Несмотря на то, что у нас там нет мест, никого не волнует. Закон прямого действия обязан администрации. Сколько ребенку лет у Натальи? Три годика с небольшим. Важный фактор на момент подачи заявления ребенку должно быть три года. Три года, да, должны быть. Тогда мы 100% выигрываем, притом такой создан прецедент, и председатель суда областного, тоже фамилию не буду называть, потому что не спрашивал разрешения, но он четко сказал. Председатель? Да. Так это лицо открытия. Нет, погодите. Вот этого суда областного, вот этой комиссии. Понимаю. Он сказал, не понимаете по-хорошему, значит будем по закону. Понимаете? То есть, если люди не строят детские сады, а это какой звоночек, хочу сказать. Если 3-4 случаев таких будет, а я вот в редакцию звоните, кому детские сады в русском предоставляют, или там еще где-то, не по месту, звоните, у нас схема отработает, а стоит никаких денег, мы будем подавать такие иски. Мало того, если администрация не поменяет свое настроение, там скажет, да, нам еще нужно построить 10 детских садов, мы готовы там, притом быстро их строить надо, в этом году, дополнительно, да, то мы в следующем иске можем заявить, и областной суд нам это тоже сказал, мы можем главу администрации, в частности Шугина Вячеславовича, вызвать в качестве соответчика, потому что предоставляет не глава департамента образования, а по закону глава муниципального образования. А высшая должна стоить лица муниципалитета? Да. В общем, насколько... И это может привести 3-4-5 случаев, массовый характер, суд может принять решение... В общем, массовость, она очень даже перспективна при настойчивости и желании непосредственно родителей... Это по закону, мало того, глава администрации может быть дисквалифицирован, понимаете, есть несколько случаев, системность, закон такой позволяет, ну, если это надо, и не нужны никакие там процессы выбранные, выбранные и так далее. Мало того, об этом известны уже администрации, президенты извещены, и там с осторожностью рассматривают вопрос, ну, извините меня, детских садов не хватает, школ не хватает, вы молчите, вы замолчите информацию, самое-то главное это. Ну, хотите проблемы, вопросы, то есть, политика не простое дело, там удерживаются люди, квалифицированные, не можешь... как назывался Гузин, полезай в кузов, нет, ну, уйди с этой должности, позволь тому человеку и тем силам, которые, ну, смогут осуществлять нормальное государственное развитие. детские садов и школа это прижимать его. Спасибо, Владимир Вениаминович, Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Спасибо в том числе за то, что в очередной раз вы меня, так скажем, заставили убедиться, что если не сидеть сложа руки на месте, если действовать, использовать законные, подчеркиваю, пути воздействия... Только законные. Только законные. Можно добиться? Можно и можно. Можно и можно. И самое главное, это будет неповадно власти, мы их испотачили своим бездействием или, ну, каким-то таким, ну, да как бы что ни вышло. Сегодня законы в нашем государстве нормальны и это есть развитая демократия, когда люди умеют и правильно требуют свои права. Если вы не можете обеспечить, не принимайте таких законов. А федеральный центр принял закон, местная власть если в Кировской области не может решить, то поезжайте за деньгами. Вот под 0,1% социальный проект. Спасибо, завершается эта программа. До свидания, всего доброго. До свидания.